ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Опять у нас был небольшой перерыв, связан с тем, что два месяца назад у нас родилась дочка, и наш дом теперь полон забот и хлопот. Но я нашел немного времени, чтобы сделать это видео. Видео будет не совсем позитивным, как обычно, и поговорим мы о тех проблемах, которые могут встретиться на пути иммигрантов в первые годы пребывания здесь, в Австралии. Я прошарил интернет и не нашел ничего такого подходящего, поэтому решил сделать видео сам. Для того, чтобы не вогнать вас в депрессию и чтобы вы не пялились на мою костную физиономию, я решил прокатиться до Хантер Вали. Хантер Вали – это такая винная долина, находится в двух частах езды от Сиднея. Там очень замечательно, растут замечательные виноградники. И по ходу дела, как мы будем ехать, я буду делиться своими мыслями, соображениями, опытом и позволить себе немножко пофилософствовать. Итак, мы выехали около обеда. Хотелось, конечно, выехать пораньше, но многие знают, что такое собраться с детьми в дорогу, особенно, когда их трое. Это самые середины зимы, лютые стужа, ночи иногда бывают заморозки, но в этом году еще не было. Ну, а днем температура 17-22. Местность такая холмистая. Вообще, вот эти вот хиллс, Castle Hill, West Penning Hill, Seven Hills и тому подобное, занимает, наверное, треть или даже четверть территории Сиднея. Вообще, Сиднея – это самый большой город в мире по площади. Ну, вот сейчас вы можете посмотреть, как живут австралийцы. Сейчас мы потихоньку пробираемся к такой оживленной дороге, но пофилософствовать я себе позволю, когда мы выберемся уже на Motoway. Вообще, конечно, вы можете даже все посмотреть на картах, залезть на Google Maps или Google Earth и делать такой, как бы, стрит-вью. А вот это уже оживленная дорога, три полосы. Причем полосы очень узкие, не только на этой дороге, а вообще в Австралии довольно-таки очень узкие. Полосы, особенно в нашем штате. Это заметно, когда вы будете ехать либо между двух автобусов или траков. Такое ощущение, что вы прижметесь к одному из них. Дороги не совсем ровные. Ям, конечно, нет, но очень много заплаток. Есть бетонные дороги, то есть такие бетонные швы. Машина трясет иногда. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с рельефом местности, с почвы или с коррупцией в правительстве. Сейчас мы поворачиваем на Мотовей. В Мотовей сначала ограничение 80, потом будет 110. Вообще 110 – это максимальная разрешенная скорость в нашем штате. В Виктории где-то 120. Дорога очень красивая. Она идет как бы вдоль побережья, ну, относительно вдоль побережья. И соединяет практически самый юг Австралии с самым севером. То есть она проходит, в том числе, через Сидней, через Голдхост, идет дальше через Кенц и упирается практически в самую северную точку на восточном побережье Австралии. Здесь я немножко ускорил скорость, потому что тяжело довольно-таки тиснуть 2,5 часа в 20 минут. Вот. Но дорога действительно очень красивая. очень много мостов идет сквозь такие ущелья. Дальше вы увидите. Если посмотреть со стороны, конечно, это очень довольно-таки такие интересные сооружения, но из машины дорога просто кажется ровной. Так, о чем бы я хотел с вами сегодня поговорить и какими мыслями поделиться? А именно о тех, ну, не проблемах, о тех трудностях и о тех, может быть, не совсем приятных моментах, с которыми вы можете столкнуться в течение первого или, там, первых трех лет пребывания здесь, в Австралии. Проблема — это не финансы, а скорее, ну, как, моральные или психологические. И для начала хотелось бы прояснить то, что иммиграция — это не путешествие. Несмотря на то, что многим кажется, что иммиграция, переезд в Австралию так восхитительно, так замечательно, и многие, может быть, связывают это, то, что это похоже на путешествие, на длительный такой вояж или отпуск, на самом деле это не так. Основное отличие в том, что когда вы просто едете в отпуск, вы, естественно, набираетесь где-то на новом месте впечатлениями, у вас какие-то там экскурсии, развлекаловки, вы попадаете в другую культуру, возможно, где и другой язык, но потом вы всегда возвращаетесь домой, потом вы всегда возвращаетесь в привычное, как бы, свое русло, на привычное рабочее место, общаетесь с привычными друзьями. А представьте, что, допустим, если вы поехали, ну, скажем, куда-нибудь в Таиланд, и вы останетесь там навсегда. И причем этот Таиланд будет не там, где море, солнце, отели и рестораны, а действительно, где будет такая, ну, непростая жизнь, где вам придется зарабатывать деньги, то есть увидеть эту страну глазами, скажем, водителя тук-тук, или шеф-повара, или строителя. В Австралии, конечно, не все так плохо, но суть, надеюсь, вам понятна. То есть вы едете не в путешествие. Даже несмотря на то, что процесс получения виз, перелет и покупка чемоданов такая же, но дальше ситуация будет совсем другая. Итак, давайте по порядку. Представим, что вы приземлились в Сиднее, ну, может быть, в Мельбурне. Скорее всего, вы прилетите утром, это будет такой теплый, ясный, солнечный день. Несмотря на то, что это будет или лето, или зима, скорее всего, будет солнечно. Будет хорошая погода, будут летать попугаи, и вы можете подумать, ну вот, наконец-то все мои заботы, все мои проблемы остались позади. И, наконец-то, я приехал в эту обетованную землю, и теперь у меня будет все хорошо. Обманчивые впечатления. Конечно, поначалу, может быть, вы съездите на пляж, может быть, вы съездите по каким-то достопримечательностям, посетите опера-хаус, или какие-то достопримечательности в Мельбурне или в других городах, но потом вас будет ожидать такая вот будничная, житейская, такое бытие. Возможно, вы смотрите на австралийцев, как они живут, они живут довольно-таки неторопливо, размеренно, они любят валяться на пляже, покататься на серфе, любят пожарить барбекю, походить по паркам, и, возможно, вам захочется именно так же, но есть очень большое отличие в том, что у этих людей, у австралийцев, у них есть стабильная работа, у них есть стабильный доход, у них есть кредитная карта, они довольно-таки прочно стоят на ногах и могут себе позволить так вот жить размеренно и расслабленно. А что есть у вас? А у вас есть, скорее всего, пару чемоданов, у вас есть такой казенный угол на некоторое время и куча будущих хлопот и проблем. Кстати, сейчас мы проезжаем очень красивый мест, называется Бруклин, это Хоксбейр Ривен, она впадает в океан, и в этих местах очень красивые такие есть, ну, как бы, места, где можно остановиться с детишками, площадки, ресторанчики, есть такая, как бы, прибрежная зона, очень красиво там. Итак, на чем мы остановились? А, на том, что вы приехали. И вот вы приехали, вы, возможно, две недели, месяц отдохнули, и потом, естественно, вы начинаете искать работу. Когда вас пригласят на собеседование, вы будете общаться с работодателем или с агентом, скорее всего, вы будете, как бы, ну, не то что удивлены, ну, да, приятно удивлены манерой общения, то есть вам будут улыбаться, с вами будут соглашаться, вас будут поощрять, и, возможно, вам покажут, что вы самый лучший из всех кандидатов, и получите работу. Нет, все далеко не так. На самом деле, в Австралии так принято, то есть, такой вот этикет, то есть, с вами будут соглашаться, вам будут улыбаться, но это вообще не значит, что вы такой хороший парень. На самом деле, это просто, ну, так, просто так принято. Вот, так что, насчет поиска работы, это тоже отдельная тема, я это попозже еще сделаю в видео, как искать работу, потому что сейчас сам нахожусь в такой непростой ситуации. Вот, и еще один момент, это будет язык. То есть, если вы считаете, что вы знаете английский, потому что вы, естественно, сдали тест IELTS, но вы, когда прилетите в Австралию, вы поймете, что английский вы нифига не знаете. Будете находиться не раз в таких очень щекотливых ситуациях, когда вы либо сами не сможете сформулировать вопрос, либо спросите, но не поймете, что вам ответят, к этому тоже надо быть готовым. Многих это, кстати, тоже вводит в такое удручающее состояние. Вроде бы как, английский я знаю, вроде бы книжки читаю, а почему меня не понимают? На самом деле, здесь и практика, и акцент, и вам надо набраться, ну, таких, таких типовых фраз, типовых разречений. Естественно, потом, через некоторое время, все это будет нормально, но поначалу это будет такая большая трудность. И чем скорее вы сможете выучить язык, чем скорее вы сможете свободно общаться, тем быстрее вы вольетесь в австралийское общество. Сейчас сделаю еще небольшое отступление. Скоро вдали будет очень красивый мост. Вообще, дорога кажется ровной. На самом деле, этот мост, он на высоте, наверное, 400 метров от ущелья. Вы можете видеть, и в конце моста очень часто стоят полицейские и секут, кто как гоняет. Итак, какая еще, может быть, трудность на вашем пути? Очень серьезная проблема после переезда случается, может быть, на второй, на третий месяц. Именно в том, что, особенно если вы приехали, особенно если вы не можете найти работу, и по прошествии какого-то времени вас начинают одолевать мысли, на кой черт вообще мы все это ввязались, не стоит ли нам вернуться обратно. Тем более, ваша заначка, ваша кубышка очень быстро тает, потому что, ну, стоимость жизни в Австралии довольно-таки высокая. Вот. На этой почве, кстати, случались и разводы, случалось то, что, допустим, приезжали молодые семьи, ну, естественно, которые без детей, и один из супругов возвращался обратно в Россию, потому что, ну, не мог обустроиться здесь, то есть тяжело было. В чем это заключается? Ну, самое, наверное, основное, то, что вам не с кем будут даже элементарно пообщаться, не с кем будут поговорить по душам. Сейчас, конечно, это просят, сейчас есть скайп, сейчас можно там, не знаю, поговорить там через, ну, да, через тот же скайп, или через имейл, или сообщение, в общем, есть с кем поделиться. Раньше это было довольно-таки тяжело, особенно, когда были просто письма, или просто имейлы. Что может быть вам в помощь? Например, если вы человек верующий, если вы ходили в какую-то церковь, там, православную или протестантскую, пожалуйста, в Австралии, даже в Сиднее, здесь есть очень множество церквей, есть также и русская община, можно сходить туда, то есть поговорить, естественно, все люди, все понимают, что первый, как бы, месяц жизни здесь в Австралии очень тяжелый, то есть период ассимиляции, и вам будет просто элементарно, кому выговориться, с кем поговорить, естественно, вас поддержат. Так что, ну, желательно не замыкать из себя, потому что очень многие люди действительно замыкаются, и в конце концов это выливается в скандал, и все бросают и уезжают обратно. Жалко, конечно, но случается и такое. Сейчас, кстати, мы вырулили уже с Мотовея, и такая вот дорога, она идет по пересеченной такой сельской местности, это такая вот типичная Австралия с такими типичными, как бы, ну, бушем, то есть лесом, также будут дальше и горы, будет дальше и паромные переправы, сможете посмотреть. Очень специально съехал на эту дорогу, чтобы показать как бы изнутри. Ну, а мы продолжаем по поводу депрессии, так что, если вы сможете пережить вот этот как бы момент первых месяцев, и если его пройдете, то дальше вам будет гораздо проще. Вообще, в начале, конечно, очень много хлопот с оформлением документов, с получением местных водительских прав, местной страховки, банковского счета и тому подобное, жилье. С одной стороны, это, конечно, помогает, потому что у вас просто нету времени, чтобы посидеть и подумать, как и чего, вам просто надо очень много работать, и когда вы все это сделаете, у вас как бы, ну, уже гора с плеч, вам становится гораздо проще. вот, переправа, сейчас вы можете посмотреть. Переправа здесь бесплатная, просто подъезжаете, ждете, когда паром подойдет с другого берега, заезжайте на паром, переезжайте и едете дальше. Еще хотелось бы отметить такой момент, как общение с вашими старыми друзьями и вообще, то есть, с той жизнью, которую вы оставляете. Несмотря на то, что у вас появится такой уникальный шанс прожить как бы две жизни, то есть, вы будете жить в России и потом перейдете в Австралию, то есть, это совершенно два разные, две разные культуры, но в этом есть еще один небольшой недостаток, в том, что у вас становятся как бы две родины, и вам будет очень тяжело разорваться. Некоторые могут сказать, а, мол, подумаешь сантименты, что там в этой России делать, но со временем, поверьте, у вас впечатление будет меняться. С чем это связано? Ну, естественно, вы выросли в России, там у вас остались друзья, там у вас остались родственники, родители, которыми, естественно, будет тянуть, которым, естественно, захочется поговорить, пообщаться. Но, к сожалению, у друзей будет как бы своя жизнь, у них много случится того, к чему вы уже будете, как бы, чего не будете знать, и общий язык вам будет находить все тяжелее и тяжелее с годами. Конечно, вы, да, останетесь с ними хорошими знакомыми, когда вы будете приезжать, будете встречаться, но такой же крепкой дружбы не будет. Конечно, у вас будут появляться друзья здесь, в Австралии, это будет зависеть от вашего языка, то есть, будут это либо просто тоже ваши соотечественники, или, если у вас хороший язык, вы также сможете найти друзей среди австралийцев. Вот, кстати, тоже очень красивая дорога, то есть, мы поднимаемся от речки как бы на вершину горы, и вот пока мы ехали, можно было заметить, как меняется вообще флора, то есть, если внизу в основном росли такие папоротники, такие, знаете, растения, которые любят тени, и довольно-таки был холод, но там внизу, то, когда поднимаетесь наверх, здесь уже опять эвкалипты, здесь уже будут опять появляться пальмы, так вот, лирическое отступление. Еще один момент, помимо языка, помимо того, что у вас как бы будет вторая родина, и помимо вот такого ассимиляции, это, естественно, ваши дети, то есть, когда вы приезжаете в Австралию либо с ребятишками, то есть, ну, даже вне зависимости от их возраста, скорее всего, им будет до 18, потому что, если ребенок, то он несовершеннолетний, то в течение как бы двух-трех лет они в совершенстве овладеют английским языком, у них, естественно, будут все австралийские друзья и знакомые, и получится так, что, несмотря на то, что между родителями и детьми, ну, как бы везде, в любом обществе существует как бы такая пропасть, то здесь эта пропасть будет просто колоссальная. Почему? Потому что ваши дети будут, скорее всего, говорить на английском, и случается даже так, даже не то, что случается, а в основном происходит так, что даже с русскими друзьями, то есть с русскими, когда вы встречаетесь с русской семьей и у них есть тоже дети, то дети предпочитают говорить не на русском, предпочитают говорить по-английски. Почему? Потому что для них это проще, это для них обиходный язык, язык очень информативный, и потом не всем этот нужен русский, думают, ну, на кой черт мне это русский сдался язык ломать. На самом деле, английский, то есть они по-английски говорят везде, то есть это, ну, как бы английский это язык всей Австралии. для некоторых это, ну, как, такой сложный момент, некоторые не обращают внимания, но, конечно, детей лучше учить русскому, то есть, чтобы они читали русские книжки, не забывали русский язык, русскую культуру, потому что кто знает, что будет дальше. Но будьте готовы к тому, что дети, ваши детишки к 18-20 годам полностью перейдут на английский язык, и иногда вы даже не будете понимать, даже у нас у дочка есть и около свои 14 лет, она на иной раз говорит фразы, которые я даже не понимаю, естественно, это какой-то такой школьный сленг. Тяжело, но что делать? Это такие вот минусы миграции. Еще есть один такой момент, ну, может быть, он не настолько острый, но если вы любите щегольнуть, если вы любите моду, то есть следовать моде, то здесь тоже будет не все так просто, потому что, ну, в Австралии больше любят такие комфортные, простые вещи, и за моду никто не гонится. Если вы любите хорошо одеться, то, скорее всего, вам лучше ехать в Мельбурн, он более такой европейский, там более так, знаете, и бутики есть, и люди там более так цивилизованно одеваются, как в Европе. Но, говорят за Сиднея или за Бризмана, тем более за Адалаиду, люди одеваются довольно-таки просто. Так что, если вы привыкли одеваться в костюм, привыкли одеваться в платье, то щегольнуть вам мало где. еще может быть такой момент, особенно если вы откуда-то из северной полосы России, ну, то есть, где снег, вы можете заскучать по снегу. Сейчас это может вам казаться как так, снег, это слякоть, этот мороз у нас очертел, но поверьте, когда вы будете жить в вечном лете, вы начнете скучать по такому знаете, морозцу, чтобы покидаться снежками, чтобы построить снежную бабу, чтобы покататься на лыжах. Да, в Австралии есть снежные горы, туда можно ездить июнь, июль, август, иногда сентябрь, там снег в горах лежит, но все равно это не совсем то, что привыкли видеть в России. В России это более душевно, более народно, что ли. Кстати, насчет снега, вот дальше будет репортаж, мы едем в Контрвале, в Контрвале Гарден, и там будет специально такое снежное зимнее мероприятие, вы потом дальше это увидите. В общем, что касается снега, для некоторых, конечно, хватает недели-двух, чтобы съездить наши снежные горы или слетать в Новую Зеландию, им это вполне хватает для того, чтобы набраться таких снежных впечатлений, но для некоторых это, конечно, мало, не хватает. Еще такой момент, я лично заметил, когда мы только приехали в Австралию, первый Новый Год, мы ожидали встретить Новый Год, ну, как в России Новый Год, это с салютами, с друзьями, это обычно, когда весь народ вываливает куда-то на площадь, где очень много друг друга знают, здороваются, желают всем самого хорошего. В Австралии не так, в Австралии обычно Новый Год справляют, где-то сидя в ресторане, и мы пытались найти какое-то такое место людное, и так, собственно, не нашли, и поняли, что здесь совершенно все по-другому. Сейчас мы ехали в Хантервале, можете видеть, по сторонам растут виноградники, сейчас, естественно, зима, листьев нет, но когда повесняни распускаются, и вообще, это очень хорошее место, то есть сюда можно просто приезжать и кататься с винарни на винарню, просто пробовать вино, причем пробовать это не просто так, как вы приезжаете и где-то пробуете, а вас действительно сажают, как в ресторане за стол, вам предоставляют выбор там из 6-8-10 разных вин, вам дают попробовать, и даже после одной винарни вы можете так напробоваться, что будете еле стоять на ногах, а винарин таковых здесь, наверное, около 50, в общем, очень многие русские любят сюда ездить на пробу, причем есть как вино, есть так и сыроварни, то есть можно также сыр пробовать, и так замечено, что в этих местах очень редко встретишь полицейских, конечно, полицейские проезжают по дорогам, но от того, чтобы кто-то стоял и мерил уровень алкоголя в крови, я здесь еще такого не видал, почему, потому что, естественно, все знают, зачем сюда ездить, ну, чтобы не нарушать местный бизнес, не нарушать такого привлечения туристов, в общем, полиция как бы смотрит сквозь пальцы, естественно, если вы будете совсем пьяны за рулем, это вас остановит, если вас будет кидать в сторону, но просто так, чтобы остановить и проверить уровень алкоголя в крови, вряд ли. Вообще, это место, оно чем-то напоминает Европу, то есть, такой свой уникальный здесь пейзаж, уникальный ландшафт, здесь даже уникальный климат, и здесь делают вообще одно из самых таких лучших австралийских вин, это место славится своими шаразами, красными и белым семиллионом, вот далее мы будем поворачивать в Хантер Вали Гарден, вот именно туда мы ехали, это, как говорят, одно из самых больших частных ботанических садов в Южном полушарии, сад действительно очень огромный, и вот интересно, когда ехали по полю, по полю, по полю, по этим долинам, сворачиваете, как бы такая деревенька, все это сделано для туристов, в основном это маленькие ресторанчики, магазинчики, всякие сувернирные лавки, тут же можно вино попробовать, в общем, очень красиво сделано, если вы приедете в Австралии, если вы будете проезжать мимо, то, пожалуйста, заролите сюда, совершенно не пожалеете, очень хорошее место. Ну, это мы уже в самих садах, там было катание на вертолетах, 50 долларов за 5 или за 3 минуты, что такое, ну, в общем, интересно, мы, конечно, не ездили, так как у нас ребятишки, но в следующий раз думаю прокатиться. Вот, видите, очень много народу в этих садах, вообще, эти сады, они очень интересно смотреть летом, потому что там очень много растений, цветов, все распускается, а на зиму, видите, они приглашают народ, такими вот устраивают зимние мероприятия. Очень много всяких закусочных таких вот ларьков, палаток, вообще, Австралия, это не было бы Австралии, если бы не было пожрать, куда вы не ездите, везде обязательно какая-то еда. И вот смотрите, что они сделали, они поставили два огромных поля, засыпали их снегом, одно поле специально для того, чтобы покидаться снежками, видите, как интересно, а другое поле там можно было полепить снежную бабу, полепить там что-то такое, сделать из снега. Вот это очень большие сады. Причем сады есть как и греческие, и римские, и английские, то есть на всякий вкус. Естественно, все это снять невозможно, но как бы постарался снять такие самые такие красивые моменты. Днем было довольно-таки тепло, где-то по-моему 21-22 градуса было. Вот это ледяные скульптуры, каждый день вырезают что-то новое изо льда. Вот видите, для детей-то какое удовольствие. Там же был специальный шоколадный павильон, вот дальше вы видите, в этих садах мы тоже постреляли снегом и покатались на коньках, дальше будет видно большой каток, и покатались на ледянке, это как большой такой круг, съезжали по ледяной горке и слепили огромного снежного медведя. К сожалению, было уже темно, видео не смог заснять, но потом вы сможете увидеть, когда будет темно, то есть люди уже одеты не в футболке, а уже в таких теплых куртках, шапках, и в ушанках некоторые даже теплыми шарфами. Почему? Потому что как только заходит солнце, температура становится не 21, а становится градусов 5. То есть вот такой огромный перепад температуры. если резюмировать все вышесказанное, то основная проблема, конечно, это проблема ассимиляции. Зависит она от того, насколько вы быстро сможете выучить язык, и насколько вы оптимистичны сам по себе. То есть вам стоит смотреть будущее, выстраивать карьеру, искать жилье, растить детей. Естественно, у вас появятся новые увлечения, появятся новые друзья. и конечно у вас будет еще не один шанс съездить навестить своих родных, близких. И даже если вы решите все-таки вернуться в Россию, то впечатления об Австралии будут очень глубокие. Был очень красивый закат. Видите, снегом кидается друг в дружку. Вход сюда не бесплатный, но одна семья может себе позволить. Я бы не сказал, что это очень дорого. Во! вот так вот катаются. А дальше вы можете видеть каток. Было разбито на несколько сеансов, чтобы между сеансами чистить и убирать лед. Вот видите, солнце зашло и уже народ одет совершенно по-другому. Все довольно-таки крепко утеплились. Вот вкратце и все. Это мы уже возвращаемся домой. Я надеюсь, что мои философствования и рассуждения были не очень депрессивными, но зато мы смогли прокатиться по красивой дороге, посмотреть такие замечательные австралийские пейзажи. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Если у вас какие-то возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, спрашивайте. Оставляйте комментарии и до скорой встречи.